Уровень воды в Даугаве в Екапилсе продолжает падать. Сегодня он опустился уже до отметки 8 метров и 17 сантиметров. И каждый час вода опускается ниже на 1-2 сантиметра. Город возвращается к нормальной жизни и часть эвакуированных на выходных жителей может вернуться домой. Однако прогнозировать ситуацию никто не берется. Из Екапилса репортаж Виктория Пушкила-Отто. Екапилс – левый берег Даугавы. Михаил и его сын Юрий рассматривают в бинокль свой дачный участок. Его затопило на прошлой неделе. Это уже сегодня третий день. Насколько я знаю, что я болел для этого. Не знаю точно. Я смотрел вчера и позавчера. Позавчера мы подходили, где сливка стоит. А вчера пришел уже вот так. Я уже в бинокли смотрел. Как мне туалет на месте. Парник мой прямо до половины. Вот так вот. Ну, немножко упало. А гараж мне тоже залило не весь. Ну, а у нас информация от Верхового, от Рависа, Рагинеса. И все, и так между собой цыганское радио. Когда можно будет попасть на дачный участок, пока непонятно. Но в том, что летом там придется делать ремонт, сомнений нет. Конечно, конечно, будут повреждения. Все же затоплено. Дерево деформируется, металл заржавеет. Конечно, однозначно будут повреждения. Как всегда, как говорят, зима приходит неожиданно. Хотя невозможно было предусмотреть, что произойдет что-то такое ужасное. Наверное, я порадил, когда ты ковкостик брест-миксер и нотыкс. Михаил говорит, что ничего подобного не видел с 1981 года. Тогда уровень воды в Якопилсе составлял 8 метров 97 сантиметров выше нулевой отметки. Это всего на 5 сантиметров выше, чем утром в минувшую субботу. В понедельник днем в Якопилсе ситуация хоть и стабильная, но все равно тяжелая. В среднем уровень воды понижается на 1-2 сантиметра в час. Дамбу Удаговы, оперативные службы и местные предприниматели укрепляли песком всю ночь. Работы продолжились и сегодня днем. Пока дамбу укрепляют песком, улица Бривибас, которая параллельно дамбе, перекрыта для проезда. Сюда пускают только оперативные службы и городской транспорт. Магазины на этой улице закрыты. На улице Бривибас встречаем Астриду. Она живет в конце улицы, ее дом не пострадал. Я не знаю, я верю в Бога, я оптимистка. Скорее всего, все будет хорошо. Знаете, я большие наводнения пережила давно. Мы тогда на чердаке сидели. Сосед на моторной лодке вывез детей, маму, отца. А мы сидели наверху. Сегодня было открыто движение на улице Ригас. Правда, пока там можно ехать не быстрее, чем со скоростью 30 км в час. А мэр города Райвис Рагайнис лично осмотрел территорию с вертолета. Приятно удивлен. Леда дальше слияния реки Сака и Даугавы больше нет. Следующая ледовая масса у Плявенис. Там она сжата. Это означает, что есть свободная вода, и теоретически ледовая масса должна двигаться. На вопрос, когда она оторвется и пойдет, ответить не можем. Но уже образовываются размывы. Поэтому возможно, что эта ледовая масса не будет двигаться, а прорвет течение. Даугава здесь в центре во льду. Но уже начинают образовываться такие свободные зоны. Дальше зоны города льда тоже больше нет. Это означает, что эта опасность уже намного меньше, чем было вчера. Надеемся, что мы выдержали это испытание. Ждем, когда уйдет этот лед, чтобы мы могли серьезно осмотреть последствия и повреждения дамбы. На правом берегу Даугавы жители улиц Дарзу, Рига, Скраста уже сегодня могут вернуться домой. Тем, кто домой вернуться пока не может, временный кровь предоставили в спортивных залах двух местных школ. Второй и третий. Рита с сыном находится здесь уже третий день. В субботу не было спального места. Спала здесь, как котик, скрутившись. Замерзла. А потом в воскресенье уже привезли кровати. Все привезли. И подушки, и раскладушки с матрасами. И одеяло. Здесь нас кормят, есть где помыться. И тепло. В субботу не было так тепло. А сегодня я даже немножко вспотела. Там все залито. Домики плавают. Не от речки, а вот. Плавают. Собачки не могут попасть домой. И людей нету. Там не попасть. Слава Боженьке наш дом. И что, слава Боженьке, дом, но все равно близко, близко страшно. Мы тоже подняли все стулья, там, что могли от нас зависеть. Ну, а тут хорошо. А тут хорошо, что нас спасают. Спасли. Приучили. И теплым обедом кормят. В школах Екопился на три дня отменены занятия. Что будет в четверг, пока неизвестно. Никаких проблем начать обучение в четверг нет. Единственное, если будет занят спортивный зал, придется думать, где проводить уроки спорта. Но я думаю, до тех пор все уже будет улажено. Мэр Екопился отметил, что пока угроза наводнения не минует, жителям может снова потребоваться эвакуация. Виктория Пушкило-Отто, Ива Вейс, РУС, ЛСМ.